Здарова всем! У Найса новый видос, новая анимация. Мы давно не смотрели его. Да, мы очень давно смотрели видео его. А как-то пробовали пару видео. Как-то не заходило. Давайте сейчас посмотрим. Может сейчас зайдёт? Видео называется «После этого я не хожу на квесты». Поехали. А вы знаете, что такое квест в реальной жизни? Это заведение развлекательного характера, а точнее командная игра, где вы общими усилиями пытаетесь выбраться из какой-то задничной ситуации. Сценарий, который заранее прописан. И у вас это скорее всего получится, если вы... Может мы смотрели в кино, фильм какой-то про квесты про... Кластрофоба назывался, по-моему. Там типа люди проходили разные комнаты, и после прохождения каждой комнаты один человек умирал. И до кластрофоба смотрели, тоже с квестами была связана... Ну это популярная система. Подайте интеллектом выше нулевого. Ну и как-то раз я с корешами высокоинтеллектуально проводил время. Как вдруг вероломно вламывается девушка моего кореша, назовем ее Вика. Потому что она похожа на Вику, ей она в реальной жизни и является. И предлагает незамечательно испытать боль и унижение вне дома. А я для этого создан. Идеально. Выбор, как оказалось, пал на квест. Заранее простудировав интернет, и оказалось, что вещь стоящая. Я напялил свою любимую рубашечку, и мы рванули. Джон Крамер, ожидавший нас на входе, попросил выбрать уровень контакта. И если легкий это вас просто пощекочет по булочкам, то говоря про жесткий, он сделал акцент на... Вы же не против там крыс всяких и тараканов у вас под одеждой, да? Я истерично заржал и скорчил рожу, чтобы кореши один и кореш два поняли. Говорить, что я отказываюсь, я не буду. Но вы должны понять по моей роже, что это не наш путь. Я возьму легенький. А на максималочку. Мы же мужики. И нам надо отработать все бабки, выложенные в это развлечение. Почему меня никто не остановил? Они все так хотели. Мама! Они все хотели, чтобы их остановили, но никто не хотел палиться, что он трус. И в итоге... А что, он страшный такой какой-то? Ну, конечно. Там сказали, что такие таракашки под одеждой ему. А, таракашки противные. Ну что, сукло, погнали. Джун Крамер сел за мониторы, а нас спустил по кругу, так сказать, к подвальному. В темной комнате, подсвеченную в некоторых местах. Нам надо было найти карты, спрятанные в щелях, и сложить из карт пароль. Мальчики, я нашла одну. И как только выключается свет, из какой-то дыры вылезает монашка. Которая оказалась монахом, а если быть точнее, то то еще падлы. Которая вытворяла с нами такие страшные вещи, что это нам должны были заплатить за то, что мы пришли сюда. И самое главное при этом правило. Ни при каких условиях, как бы больно вам не было, нельзя сопротивляться. В смысле, больно? А зачем? А зачем он душит? Нет! Нет! Что случилось? Секотно. Легкий уровень. В смысле? Я тоже хочу легкий уровень. Ну нет! Мы так жестко тупили, что только с почти прямой наводкой диктора нашли все карты. А после чего мы перешли в другую темную, похожую на больничную комнату. И только мельком заметили, что кореш номер два пропал. Ему сделали удушающий. А он по всем правилам квеста кинул лапки и смотрел, как монашка надрывается, вылоча его в другую комнату. Мы же цем дойдешь. Не-не-не, за что я бабочки заплатил. И тут все стало на три процента серьезнее. Кореша номер два связали и пытают. Он кричит от боль. Что за кровость ты? Ну что, повеселимся? Стой, не надо! Стой, не остя... Вы должны разгадать слово, спрятанное в этой комнате. И тогда мы вернем вашего друга. Давайте, ребята! Давай, кричи! Кричи от боль! Честно, мы и без того не могли сосредоточиться, а с криками чуть послаждетого. Что за кровость? Это что, разгадка? Нет, это фонарик. Воспользуйся им. О, что это у нас? Я запрошу! Мои титюлечки! Титюлечки! Я, кажется, понял. Разгадка это условность. Мне кажется, разгадка внутри каждого из нас. Это любовь. Что? Свет! Нет, используйте свет на стены! Боже! Ты знаешь, что это? Это ключ! А давай теперь посмотрим, что будет, если положить тебе его в рот! Нет! Я думаю, ответ это... Лесопилка! Блин, точно! Ну как ты догадалась? Ну смотри, в слове лесопилка есть пилка. Пилка для ногтей. Ногти у меня красивые, да, но не сегодня. А если взять во внимание, что прямо сейчас Артема душит монашка, его лицо синее, но недостаточно, то ответ очевиден. Убийца Дворецкий! Вы что, дебилы? Вы больны! Не ну да вы дебил! Скоты, я вас, блин, ненавижу! Какие же вы тупые! Нет, ты не уйдешь! Боже, какие вы тупые! Останься, сладкий! Это ключ! Мне кажется, ответ... Чипотли! Да, 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 тоже на языке нартел. Да, весь ответ на стене, посвятите на стену, боже мой! Ааа, блин, посвятить! Эту песню я посвящаю стене. Шихи-тэ, шихи-тэ! Да всё, ответ барсук, вы выиграли! Идите нахер отсюда! А, да? Ну, я доведусь. Да, я тоже. Только хотел сказать. Так как всё время отведённое нахер, мы потратили почти в одной комнате, всё дальнейшее было почти что насквозь проходящее. С божьей помощью Джона Крамера. Но и не без придушивания, конечно. Аааа! На выходе руки все пошкрёбаны, а любимая рубашечка на локте дала брешь. Все потные и тупые, как оказалось. Делаем вид счастливый, а потом фотографию на память, которую все... А вот тут деньги заплатить. Потому что под тетюлечками напотело, да и тушь потекла. А ты уже вроде как взрослый мужик, Рома. Короче, как сказал Джон Крамер, если ты одел новую классную рубашечку на квест, то будь готов... Аааа! Ааа! Я вообще никогда не ходила на квесты, но я не думала, что он причинен физическую боль. Я знаю, что нельзя трогать актёров. Мне бы там боли. Да он бы там тетюлечки залагал. Да нет, он просто типа сказал, подыгрывай. Ну, потому что же вообще как бы нельзя. То есть ты должен просто пугать. Я знаю, есть квесты, где типа страшные, то есть там из 17 тысяч что-нибудь вылазит, там можешь трогать или там буу. А есть квесты, где ты просто типа включаешь свои интеллектуальные способности и разгадываешь всякие загадки, просто проходишь. Не знаю, такие квесты. Дома что-нибудь надо найти. Квесты тоже попробовать, и что-нибудь найти еще. Когда что-нибудь потерял. Ааа, ты в этом смысле? А там еще на бабулечке платить платить. Да, бабулечке платить. Хотя там тетюлечки, пожалуй. Прищапочкой. И да, это конечно ух. Пишите в комментариях, может быть, выходили на квесты. Какие у вас есть интересные квесты, потому что, допустим, как-то, мне кажется, выбор очень ограничен. Обычно просто какие-то пугающие квесты, и очень мало квестов, которые как-то сделаны красиво. Я знаю, что и тематические квесты, там всякие типа по Гарри Поттеру и другие. Вот, так что пишите о своем опыте, если он у вас, конечно, был. Пишите, если вам понравился этот ролик, мы тогда будем продолжать смотреть новые видосы от Найса. И до скорой встречи. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.